Поезд в Москва-Брест прибыл на первый путь вокзала строго по расписанию, но в этот раз на перроне с нетерпением ждали особенного и очень важного пассажира из седьмого вагона. Галина Павловна Брок-Белецова – единственная, кто сегодня остался в живых из женского авиационного полка Марины Росковой, который фашисты называли ночными ведьмами. Когда началась война, ей было всего 16. Вчерашняя школьница освоила профессию штурмана и на легендарном пикирующем бомбардировщике прошла всю войну. Сегодня в сложные времена для родины Галина Павловна, как и тогда, не хочет быть в стороне, готова сражаться за правду своим горячим сердцем и силой слова. Наш долг сказать, как было, как надо и как не надо, тогда, когда встречаешься с врагом. Враг должен быть уничтожен, дабы освободить новые поколения от ужаса войны, когда смерть, кровь рядом. Нам это не надо. Сегодня эту отважную женщину, которая совершила 36 боевых вылетов, была награждена тремя боевыми орденами и множеством медалей пригласили в Брест, чтобы она вдохновила своим примером беспредельной любви к родине молодежь. И, конечно, как человек, который сам прошел войну и видел тысячи смертей, Галина Павловна преклонила голову перед памятью героически погибших защитников у Вечного огня Брестской крепости. Ведет Галины Павловны, наверное, одно из самых эмоциональных мероприятий, потому что преклоняешься перед духом женщины, преклоняешься перед ее активной жизненной гражданской позицией. И даже такой маленький нюанс, я ее хотел взять под руку. Она говорит, не надо, я вас возьму под руку. Понимаете? То есть сочетание мужественности, гражданской позиции, очаровательной женственности. Вот это уникальный человек, поэтому есть такой штамп человек-легенда. Вот сегодня мы общаемся с человеком-легендой. На самом деле знаковое событие, потому что ведь в небе над Брестом в июне 41-го года были и летчики, да, 10-й смешанной авиадивизии. Они тоже встретили здесь врага, как и защитники Брестской крепости. И Галине Павловне, присутствуя здесь, конечно, это наверняка я представляю, как ей тяжело через десятилетия вернуться в то время. Но с другой стороны, это очень важно для нас, для молодых брещан, гостей нашего города, кто с ней встретится, пообщаться. Это действительно легенда. Общение продолжилось на территории Музея обороны Брестской крепости. Галина Павловна говорила о важности верных ориентиров для современной молодежи и жизненной позиции, заряжая своей силой духа. Возьми в пример тебе героя сегодняшнего дня, его черты. Ребята, уверенно, вот я завтра буду лучше, чем сегодня, потому что увидела глаза, лица, сердца, настрой вас, молодых, а вам только и делать, что идти дальше и развиваться. Для важной гости была проведена душевная экскурсия. Не обошлось и без обмена памятными подарками. Капсулу с землёй Брестской крепости она передаст московскому клубу «Патриот», а взамен оставила ценное издание, рассказывающее об истории женского авиационного полка.